Здравствуйте, уважаемые коллеги! Во-первых, хочу сказать, я очень рад, что вы смотрите данный материал. Это означает, что вам не безразлична судьба науки и просто интересно квалифицированная оценка по обсуждаемому вопросу. Во-вторых, благодарю за ваш вклад в развитие проекта. Продолжение следует... Образовываются десятки форумов, тысячи поклонников пытаются воспроизводить эти устройства, а некоторые из поверивших даже официально заказывают и покупают эти устройства. Подобные изобретатели быстро обретают популярность, а далее делают с ней то, что им выгодно. Но, быть может, среди этих альтернативных теорий найдутся здоровые идеи, которые и правда могут улучшить качество нашей жизни. В любом случае нельзя просто так верить в эти идеи или наоборот отметать их, не разобравшись. Данная работа посвящена изучению, аргументированной и систематизированной критике новомодных течений среди любителей техники и приверженцев свободной энергии. В ней будет разобрано несколько подобных случаев и показано, что же происходит на самом деле, почему наблюдаются демонстрируемые эффекты, каковы истинные причины такой ситуации, являются ли представленные системы сверхъединичными и кому в конечном счете все это может быть выгодно. Инициатором проекта «Научная критика» и автором данного доклада является ваш покорный слуга Гаранин Тимур, главный инженер Международной ассоциации космические технологии и эксперт по инвестициям в науку. Представленная работа опирается на общеизвестные факты и положения официальной науки и нацелена на то, чтобы установить истинное положение вещей в сфере альтернативной энергетики и пресечь распространение вымыслов. О чем же мы будем конкретно говорить в этой работе? В этом выпуске проекта будут разобраны изобретения и деятельность трех человек, достаточно хорошо известных приверженцам альтернативных теорий. Американского изобретателя Джона Бедини, российского ученого Бровина Владимира Ильича, одесского изобретателя Подоляна Сергея Федоровича, он же Динотрон. Итак, к делу. Как уже было сказано, сегодня по всему миру становится популярной идея о возможности существования устройств, особенностью которых является способность производить энергии больше, чем они потребляют. Одним из подобных агрегатов является известный по всему миру, в том числе и в СНГ, двигатель-генератор американского инженера Джона Бедини. Оно же называется радиантное зарядное устройство. Тысячи поклонников в разных странах мира собирают копии данного устройства и делятся своим опытом по данному вопросу на различных форумах. Схема оригинального устройства и его вариантов широко представлена в интернете. Но никто так до сих пор и не решается однозначно заявить, обладает ли это устройство сверхъединичным КПД или нет. Для начала рассмотрим схему данного устройства, чтобы потом перейти к анализу. Устройство питается от аккумулятора, в данном случае изображен аккумулятор на 12 В. Сама схема устройства предельно проста. Это блокинг-генератор, который большую часть времени находится в ожидающем режиме, так как транзистор заперт. Открывается транзистор только тогда, когда на управляющую базовую индуктивность наводится ЭДС нужной полярности. Когда это происходит? Разберемся. Если полюс магнита приближается к индуктору, он наводит на него ЭДС отрицательной полярности, которую держит транзистор наглухо запертым. Но когда магнит уже пересек ось индуктора и отдаляется от него, вот в этот момент на базовую индуктивность наводится положительная ЭДС, которая открывает транзистор на определенное время, что обеспечивает короткий импульс тока через коллекторную обмотку, которая является силовой обмоткой индуктора. Этот импульс тока создает в индукторе импульс магнитного поля, отталкивающий полюс магнита и ротор ускоряется еще больше. Таким образом можно сказать, что схема представляет собой простой импульсный драйвер управления электродвигателем. Но на этом все не заканчивается. Индуктор в нашем случае имеет еще и третью обмотку, которая превращает его в настоящий трансформатор. Импульс магнитного поля, созданный коллекторной обмоткой, вызывает появление импульса ЭДС на третьей обмотке, которая функционально является вторичной обмоткой этого трансформатора. Далее импульсы с этой третьей обмотки выпрямляются и заряжают либо конденсатор, либо второй аккумулятор. Если упростить схему, получим следующий вариант. Как видите, все очень просто. Цепь генератора, управляемая ротором, генерирует в индукторе импульсы магнитного поля, которые, первое, разгоняют ротор, второе, через трансформаторную связь и выпрямитель заряжают конечный конденсатор или аккумулятор. Стоит обратить внимание на то, какой сигнал мы получаем на выходе. Импульсы высокого напряжения и большой скважности. Практически дельтовидные импульсы высокого напряжения при сравнительно небольшом токе. Что же говорит сам изобретатель данного устройства по поводу способности системы вырабатывать энергию, какие эффекты он демонстрирует и как их объясняет? Во-первых, стоит оговорить тот немаловажный факт, что Джон Бедини открыто заявляет, что его двигатель-генератор или радиантное зарядное устройство вырабатывает энергию. Вырабатывает больше энергии, чем потребляет, и вообще способна работать автономно. Это самое главное утверждение, которое и отличает его устройство от всех остальных устройств, известных человечеству в нашей Вселенной. Хотя, может быть, господин Бедини сможет нам дать рациональное объяснение по этому поводу. Откуда же система черпает энергию? Или же она нарушает закон сохранения энергии? По заверениям товарища Бедини, закон сохранения энергии соблюдается, а источником ее для работы системы является так называемая энергия отрицательная, которая повсюду присутствует в пространстве и может быть накапливаема в аккумуляторах. Что конкретно Джон Бедини подразумевает под отрицательной энергией, не совсем ясно, но у этой теории масса сподвижников. Тем не менее, грамотные люди понимают, что энергия отрицательной быть никак не может. Не существует минус одного джоуля, как и минус одного вата. Официальная наука, к сожалению, не оперирует понятием отрицательной энергии. В любом случае, главной особенностью данной теории является то, что хранителем данной отрицательной энергии является банальный аккумулятор. Только перед тем, как получать из него данную энергию, его нужно несколько раз пропустить через цикл заряда-разряда при помощи этого радиантного устройства. Вторым источником энергии, как утверждает изобретатель, являются магниты. Точнее, то свойство всей системы, которая позволяет захватывать дополнительные заряды из окружающего пространства при помощи магнитного поля, чтобы затем хранить их в аккумуляторах в виде отрицательной энергии. Как именно магниты способны это делать Бедини, толком объяснить не может. Лишь все время апеллирует к таким отдаленным понятиям, как радиантная энергия Тесла, компонента Хевисайда и так далее. В своих интервью, которых у Джона Бедини, к слову, очень много, и все они профессионально сняты и оформлены, автор то и дело апеллирует к таким понятиям, как радиантная энергия и работы Николы Тесла. Каким боком Великий Серп касается данного зарядного устройства, совершенно непонятно, но сам Бедини обосновывает свою принадлежность к работам Тесла тем, что зажигает светодиод, поднося его к аккумулятору, работающему в высокочастотной импульсной зарядной цепи. Вот так-то. Теперь это уже не высокочастотное переменное электрическое поле, теперь это радиантная энергия называется. Поток заряженных частиц, названный Теслой «лучистая энергия», и высокочастотное электрическое поле – вещи совершенно разные. Судя по тому, что рассказывает Джон Бедини в фильме «Энергия из вакуума», его послание адресовано людям, очень далеким от электротехники и электродинамики. Для него, что передача энергии по одному проводу, что высокочастотное электрическое поле, что лучистая энергия, она же, наверное, для него и отрицательная, одно и то же – салат из терминов для запудривания мозгов. Вот на что это похоже на самом деле. Сам изобретатель Джон Бедини создает множество экземпляров своих двигателей-генераторов, при этом делает упор на зрелищность больше, чем на объяснение получаемых результатов. Создает двигатели с электронным и механическим управлением, рамочные моторы, в которых ротор вращается внутри пространства рамочной обмотки, многоиндукторные моторы, гигантские колеса выше человеческого роста, медленно вращаемые под действием всего одного индуктора, иногда устраивает пресс-конференции для своих поклонников, демонстрируя новые экземпляры своего детища. И всегда утверждает одно и то же – его двигатель-генератор вырабатывает энергии больше, чем потребляет. Все им собранные устройства захватывают энергию из окружающего пространства, и все поклонники ему охотно верят, ведь как можно не верить такому чудесному изобретателю, который готов подарить человечеству бесконечный источник энергии. Однако так никто в мире и не создал до сих пор на основе его схем автономный двигатель-генератор, либо иной прибор, способный бесконечно заряжать аккумуляторы. Многие пытались добиться того, чтобы и у них зарядное устройство BD не вырабатывало энергию. Тем не менее, итог этих попыток известен. Всех, кто повторял эти устройства, ждало ожидаемое, увы – аккумулятор рано или поздно разряжался. Давайте теперь разберемся, какие же эффекты наблюдаются при работе данного устройства. Как это устройство ведет себя на практике? Для этого, разумеется, необходимы опытные наблюдения. Для того, чтобы проверить наличие необычных эффектов, были сделаны несколько действующих моделей данного устройства. Каков же результат объективного наблюдения за установкой и за состоянием аккумуляторов? Как оказалось, напряжение на заряжаемых батареях действительно растет, причем с огромной скоростью, в десятки и сотни раз быстрее, нежели падает напряжение на питающих батареях. Если бы опыты проводил научно неподготовленный человек, он, вероятнее всего, попался бы на эту эффектную удочку и счел бы собранное им устройство вечным двигателем. Ведь так, напряжение на питающих батареях практически не садится, а вот заряжаемые батареи заряжаются за пару минут. Но нас так просто не возьмешь. Для проверки данного эффекта заряженные таким образом аккумуляторы были поставлены на место питающих. Несмотря на то, что напряжение на них было максимальным, в качестве питающих они работали крайне плохо и непродолжительное время, выдавали мизерный ток и, следовательно, мощность. Стало очевидно, что рост напряжения на аккумуляторах не привел к увеличению общей запасенной в них энергии. А теперь рассмотрим теоретическую сторону дела. Для начала скажем, что существуют различные способы зарядки аккумулятора. Рассмотрим два из них. Первый способ известен всем. Это зарядка аккумуляторов постоянным током или импульсами тока. Ключевое слово здесь – тока. Самый популярный способ таков. На аккумулятор подаются однополярные импульсы, амплитуда напряжения которых соответствует максимальному напряжению аккумулятора, и ток которых имеет определенное значение. Следовательно, каждый из импульсов несет в себя некоторое количество носителей электрического заряда, передаваемых аккумулятору. Напряжение импульсов не превышает максимальное значение напряжения аккумулятора. Это значит, все переданные носители заряда успешно накапливаются в нем и не рекомбинируют. Так как ток импульсов имеет стабильное значение, электрический заряд Q равно I умножить на T непрерывно увеличивается в аккумуляторе. При таком способе заряда аккумулятора энергия в нем действительно растет, до тех пор, пока она не достигнет максимального значения E равно Q на U делить на 2, где Q – максимальное количество запасаемого емкостью аккумулятора электрического заряда, а U – максимально допустимое напряжение на аккумуляторе. Второй способ – заряд аккумулятора импульсами высокого напряжения. Именно этот случай мы и наблюдаем в генераторе импульсов, который Бедини называет двигателем-генератором или радиантным зарядным устройством. На аккумулятор подаются короткие дельтообразные импульсы высокого напряжения. Эти импульсы, во-первых, несут в себе ничтожное количество носителей заряда, а во-вторых, большая часть несомой ими энергии не усваивается аккумулятором вследствие того, что амплитуда напряжения импульсов превышает максимально допустимое напряжение аккумулятора. Носители зарядочей потенциал больше максимального напряжения аккумулятора не задерживаются в нем. Они сразу рекомбинируют, иначе говоря, внутри аккумулятора устраивают себе короткое замыкание, и их энергия рассеивается. Однако, несмотря на это, напряжение на аккумуляторе растет. Причем растет оно не только во время воздействия импульсов на аккумулятор, но и после того, как аккумулятор отсоединяется от зарядной цепи. Это весьма примечательное свойство. После отсоединения от цепи зарядки, напряжение на аккумуляторе продолжает расти и стабилизируется на максимально допустимом значении. Чуть позже мы узнаем причину, почему возникает такой эффект. Рост напряжения на аккумуляторе не является однозначным признаком увеличения запасенной в нем энергии. Именно к такому выводу однозначно приходишь, анализируя работу данного устройства и состояние аккумуляторов. Давайте разберемся, почему это так. Энергия в аккумуляторе хранится в виде электрического заряда, который накапливается пластинами аккумулятора. В общем случае, электрический заряд, хранимый в аккумуляторе, равен произведению напряжения на емкость, то есть текущему напряжению на аккумуляторе и занимаемую электрическим зарядом емкость. Формула Q равно U умножить на С говорит о том, что нельзя судить о количестве электрического заряда в аккумуляторе только по напряжению U на аккумуляторе. Прибавка электрического заряда возможна лишь при наличии определенного тока, так как Q равно i умножить на t Нужно учитывать заполняемую зарядом в аккумуляторе емкость С Подчеркну, что говорится не о полной емкости пластина аккумулятора, а только о той части ее, которая заполняется электрическим зарядом Иначе говоря о проценте заполнения емкости пластин Следует помнить, что электрический заряд не обязан иметь максимальное значение напряжения и заполнять всю емкость полностью Процент заполнения емкости и напряжения на аккумуляторе всегда будет меньше максимальных значений, если аккумулятор заряжен не полностью Рост напряжения на аккумуляторе не свидетельствует об увеличении количества запасенной в нем энергии Как показал опыт, при воздействии на аккумулятор импульсами высокого напряжения электрический заряд, хранимый в аккумуляторе, со временем переходит из низкопотенциальной формы в высокопотенциальную Однако при этом пропорционально уменьшается количество заполняемой электрическим зарядом емкости аккумулятора Уменьшается плотность заполнения Рост напряжения на аккумуляторе мы можем фиксировать при помощи вольтметра Но уменьшение процента заполняемой емкости мы фиксировать не можем Поэтому создается иллюзия, что в аккумуляторе увеличивается количество энергии Однако это не так Электрический заряд не увеличивается, увеличивается только его потенциал при одновременном уменьшении плотности заполнения емкости Разумеется, и запасенная энергия при этом не увеличивается Это иллюзия, если мы думаем, что один лишь рост напряжения на аккумуляторе свидетельствует об увеличении запасенной в нем энергии Вот самый простой пример, иллюстрирующий отсутствие прямой зависимости между ростом напряжения и ростом энергии в аккумуляторе Возьмем две батарейки, если сложить батарейки параллельно, то получим, к примеру, полтора вольта А если последовательно, три вольта, то есть вдвое больше Но ведь это не значит, что энергия батареек увеличилась вдвое Напряжение увеличилось, а емкость уменьшилась пропорционально Энергия осталась неизменной Почему мы так детально рассматриваем этот эффект? Рост напряжения на аккумуляторе без увеличения запасенной в нем энергии Потому что именно на этом эффекте и основана вся пропаганда двигателя-генератора товарища Бедини Несведущим людям внушается, что устройство вырабатывает энергию на основании того, что на аккумуляторах растет напряжение При этом демонстративно делается упор на то, что от одного аккумулятора можно зарядить несколько десятков других И люди охотно верят, потому что обратной стороны медали никто не видит Рост напряжения на аккумуляторах сам по себе не свидетельствует об увеличении количества запасенной энергии Собственно, вы можете получить описанный выше эффект, не прибегая к постройке столь громоздкой конструкции, как генератор с ротором, содержащим магниты Генератор коротких импульсов высокого напряжения можно сделать на основе обыкновенного блокинг-генератора на одном транзисторе Вот такая предельно простая схема Это такой же блокинг-генератор, что использовал Бедини в своем радиантном зарядном устройстве Только базовая обмотка управляется не ротором с магнитами, а полностью сигналом силовой обмотки На выходе схемы мы получаем короткие однополярные импульсы высокого напряжения Которые ничем не отличаются от тех, которые производит мотор-генератор Бедини И наблюдаем тот же эффект роста напряжения на заряжаемых аккумуляторах Если вы решите испытать такую схему, обратите внимание на оговоренное раньше интересное явление Если вы подержите аккумулятор в зарядной цепи небольшое время, около 2-3 минут, а потом отсоедините его от зарядной цепи То напряжение на нем продолжит расти после отсоединения от заряжающей цепи Это прямое свидетельство того, что напряжение на аккумуляторе растет не вследствие заполнения его новыми носителями заряда А вследствие того, что имеющийся в нем электрический заряд переходит из низкопотенциальной формы в высокопотенциальную И на этот переход уходит определенное время Подведем итоги Какие же идеи пытаются распространить изобретатели? Утверждение Джона Бедини о том, что его система вырабатывает энергию, основывается на том, что На аккумуляторах, заряжаемых от его устройства, растет напряжение От одного аккумулятора можно зарядить несколько А также на том, что от низкопотенциального источника возможно временное питание нагрузки, требующие высокого напряжения для работы В итоге, ни одно из этих явлений и утверждений не свидетельствует о том, что система вырабатывает больше мощности, чем потребляет Более того, те теории, которыми пытаются объяснить мифические свойства этого устройства, просто комичны Чего стоит только этот бред по поводу отрицательной энергии, которая запасается в аккумуляторах Попытки привлечь для объяснения работы этого устройства такие понятия, как радиантная энергия, захват зарядов магнитным полем и компоненты Хевисайда Которые тут ни к силу, ни к городу, лишь свидетельствуют о стремлении изобретателя запудрить мозги поклонникам Однако очевидно, что мощная пропаганда его идей, несмотря на их абсурдность, генерирует для него и его партнеров определенную прибыль Пропаганда действительно значительная Снимаются фильмы, пишутся статьи, создаются тематические формы По всему миру продаются его готовые двигатели, а также наборы для сборки, так называемые беденекиты Скорее всего, существуют и другие способы монетизации многотысячной толпы, которая посещает сотни интернет-ресурсов по данной теме И перекачивает туда-сюда огромное количество информации В аптеках иногда говорят, перед покупкой чего-то проконсультируйтесь с врачом Очень хорошо подходит для случая генератора Бедини Однако детали его коммерческой деятельности для нас не столь важны, как технический аспект вопроса Существует серия фильмов «Энергия из вакуума», посвященная альтернативным теориям Изобретением Джона Бедини посвящен целый фильм из этой серии, около двух часов Сам фильм многие могут счесть интересным, однако каких-то конструктивных теорий и объяснений там практически нет Все в конечном счете сводится к тому, что во всем мире действует некая антинаучная мафия Которая занимается тем, что отстреливает честных ученых, пытающихся донести до людей различные конструкции вечных двигателей Собственно, это основная идея этого сериала Личное дело каждого, верить в этот антинаучный заговор или нет Лично я ни разу не встречался с подобными силами Зато обнаружил десятки недобросовестных людей, утверждающих, что их устройство работает вопреки законам физики Но вернемся к технической части вопроса После проведенной работы и натурных испытаний можно смело утверждать В условиях чистого опыта ни одного случая автономной работы двигателя-генератора Бедини без внешнего источника энергии не зафиксировано Радиантное зарядное устройство не вырабатывает энергию Вопрос закрыт Редактор субтитров А.Семкин